Всем привет! Расскажу гид по переезду в Америку, первые шаги. И первое, это будет готовить почву заранее, то есть максимально пользоваться интернетом, заходить в группы того города, куда вы едете, спрашивать, делать посты, искать жилье заранее, искать работу заранее, искать адвокатов заранее, максимально коммуницировать, максимально пользоваться соцсетями и заранее готовить себе, подкладывать, так сказать, перины помягче, да? То есть не уже по месту, а максимально заранее с помощью интернета. Второе, язык. Мало того, что речь вокруг людей звучит как шелест листвы, так еще и самое больное в этом, то, что вы платите больше денег. Без языка все неизвестное добывается сложнее. Вам придется платить за переводчиков, либо просить каких-то знакомых постоянно, тягать с собой, звонить куда-то. То есть, понятное дело, многие вопросы решаются с помощью языка. И вот, собственно, на решение их, без него, без такового, придется платить больше денег. Причем наивно полагать то, что язык придет в среде, так сказать, когда вы уже находитесь здесь, вокруг вас этот язык, и он каким-то чудесным способом кладется вам на уста. К сожалению, к счастью, это не так. Нужно посещать курсы, нужно заниматься самообразованием, нужно заниматься практикой онлайн, живую, неважно. Прежде всего, вокабуляр, наличие количества словарного запаса. Самое важное, учить на ночь колонки слова, транскрипция, произношение, перевод, заучивать по 10 слов каждый день, на утро повторять. И грамматика, принц ней, вас поймут, даже если вы с ошибками говорите, но слова, это прежде всего. Третье, это деньги, куда же без них, невозможно начать новую жизнь без денег. Тут единственный совет, чем больше, тем лучше. Страна дорогая, и чтобы максимально себе обеспечить какие-то первые шаги более-менее комфортные, естественно, нужны деньги. То есть нужно просчитать, знать цены того города, куда вы едете. То есть это отели 80 минимум долларов за сутки. Это жилье сейчас везде подорожало, тысяча-полторы за комнату, если, допустим, в Нью-Йорке или за какую-то маленькую студию, квартиру, однокомнатную, допустим, в том же Орландо, Майами. И переезд, если это не Нью-Йорк, потребуется машина с рук взять, это 2-3 тысячи. Это продукты минимум, там, ну, в районе 200 долларов хотя бы на месяц, если в магазине покупать на человека. Связь и так далее, и так далее. Подталкиваться от местности, куда едете, и от кто вы едете. То есть если вы едете с семьей, допустим, или вы там, допустим, пара, 2 человека взрослых, тяжело будет найти комнату, если, опять же, допустим, это не Нью-Йорк, везде только квартиры в основном сдаются, это уже дороже, соответственно, да. И если вы едете, допустим, с ребенком, в зависимости от возраста ребенка, тоже здесь требования везде, вас не пустят в какую-то комнату, уж тем более, или, допустим, там, даже в однокомнатную квартиру или двухкомнатную, в зависимости, еще раз повторяю, от количества детей и их возраста. Следующее, это эмиграционный вопрос. Как вы будете легализовываться, как вы будете въезжать в страну. Естественно, тут очень все индивидуально. Америка это издревняя эмигрантская страна, и здесь очень много способов. Но, естественно, это все индивидуально. Но самое главное нужно понимать то, что это процесс очень, ну, не прям тяжелый, но такой, как минимум, долгий сейчас, настоящее время. На это потребуется не один год. По-любому, скорее всего, случае, даже по какому-то легкому выигрыше грин-карты, это все занимает время, нервы и деньги. Специалисты, которые могут вам помочь в этом процессе, к их выбору тоже нужно подойти очень-очень серьезно. Это не может быть никакой ютубер, это не может быть никакой друг. Это должны быть люди, как минимум, с местным образованием и с каким-то уже в идеале опытом. Только им можно доверять отправку каких-то анкет, форм и помощи в каких-то этих вопросах, чтобы потом хотя бы было с кого хоть как-то что-то спросить и не испортить себе всю эмиграционную историю, и вообще потом не въехать в страну или депортироваться, или еще себе нажать каких-то головняков. Ну и, пожалуй, последний пункт из важных таких по переезду в США это выбор места, собственно, переезда, города, штата. Это очень важный вопрос, потому что очень много печальных историй, когда люди приезжают, и тот город, который они выбрали, тот штат, не соответствует их ожиданиям, не отвечает их желаниям, и каким-то еще моментом их начинает мотылять по стране, а переезды это очень стрессово, очень затратно, и такой не очень приятный процесс в основном. Так вот, нужно углубиться, что вы вообще хотите, потому что Америка действительно очень разнообразна. Здесь, в конце концов, нужно отталкиваться еще от таких моментов, какие-то, может быть, знакомые у вас есть, которые могут вам помочь где-то живут, да, где-то, если у вас отсутствие языка, более большая русскоговорящая община, где можно найти какие-то контакты по каким-то вопросам, плюс определиться с климатом, то есть США очень разнообразны, здесь ландшафты, горы и плоскости, и четыре сезона север, и умеренный климат середина, и более жаркий, и даже тропический, субтропический, южный климат, где вообще не бывает зимы, как в Майами, Ки-Уэст, где влажный климат более восточный, западный, более он сухой, но, в общем, все эти моменты нужно определиться, нужен ли вам большой город-миллионник, либо какая-то деревушка, как в этом месте, конкретно, которое вы выбрали, проходят вопросы миграционные, по которому вы едете, какие очереди, какие статистики всего этого дела, какие есть ли специалисты, если они нужны, да, в общем, вот эти все вопросы, уровень жизни, где вы потянете, есть дорогие штаты, опять же, по типу Калифорнии, потянете ли вы их, либо какие-то более дешевые штаты, где аренда дешевле, вопросы какие-то житейские дешевле, да, в общем, все вот это очень важно, в это углубиться, заранее узнать, и хотя бы на первое время, чтобы у вас было место, которое вас не будет раздражать, и которое вам будет не в тягость, в нем начинать свои первые шаги, чтобы оно не разочаровало, то есть не одевать никаких розовых очков, не ожидать чего-то возвышенного, долларов на деревьях, и что вас все здесь ждут. Собственно, все, вот такие вот, пожалуй, на мое мнение, основные пункты по переезду в США, на которые нужно опираться, и разобравшись в которых, будет этот процесс более легким и приятным. Всем удачи в этом начинании, кому это интересно, и пускай все ваши надежды обретут реальность. Все, всем удачи. Счастливо.